всем привет рада приветствовать вас на своем канале о вязании что сегодня мы свяжем с вами очень простой красивый узор который отлично подойдет для вязания весенних летних изделий можно связать этим узором летнюю кофточку маечку все на ваш вкус я отвязала два образца из светлой пряжи и вот из такой цветной более насыщенный очень красивый этот узор смотрится ненавязчиво вот так он выглядит с лицевой стороны вот так он выглядит с изнаночки так вот этот вот образец из такой же пряжи только в другом цвете так по образцам эти образцы я отвязывала из полушерсти здесь 50 граммах 175 метров два сложения то есть аналогичный метраж 50 грамм и 90 метров спицы номер 4 я использовала так этот узор провязывается как поворотными рядами так и по кругу сейчас мы вяжем с вами поворотными рядами но я буду вам также в процессе рассказывать как вязать этот узор по кругу и так раппорт узора 6 петель и 8 рядов для вязания образца поворотными рядами нам необходимо набрать количество петель кратное 6 плюс 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные петельки для вязания для вязания этого узора по кругу количество петель должно быть кратно 6 кромочные и для симметрии петли вы не набираете и так для вязания образца поворотными рядами я набрала двадцать одну петлю здесь 18 петель на 3 раппорта плюс 2 кромочные петли и одна петля для симметрии и так давайте приступим первый ряд кромочную петлю снимаем и все петли провязываем лицевыми при круговом вязании вы также провязываете все петельки лицевыми так кромочную провязываем изнаночные провязали первый ряд разворачиваем работу второй ряд при поворотном вязании во втором ряду мы все петли провязываем изнаночными при круговом провязываем лицевыми все петельки провязываем изнаночными до конца ряда кромочную провязываем изнаночные провязали второй ряд третий ряд и так кромочную петлю снимаем и начинаем раппорт третий ряд у нас провязывается одинаково как при круговом так при поворотном вязании просто при круговом вязании вы петлю для симметрии не провязываете итак начинаем раппорт провязываем 1 лицевая петля далее две петли вместе лицевой с наклоном вправо у меня не стоит левая стенка я их разворачиваю правой стенкой и провязываем вместе лицевой с наклоном вправо далее накид 1 лицевая накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево лицевые у меня же стоят левой стенкой поэтому их просто провязывали вместе лицевой с наклоном влево вот мы провязали с вами 1 раппорт повторяем 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 1 лицевая накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево провязали 2 раппорт повторяем 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 1 лицевая накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево мы провязали 3 раппорт и у нас петля для симметрии провязываем ее лицевой кромочную провязываем изнаночной провязали третий ряд 4 ряд в четвертом ряду при поворотном вязании мы все петли провязываем изнаночными накид также провязываем изнаночными при круговом вы все петли провязываете лицевыми и накиды тоже провязываете лицевыми кромочная изнаночная пятый ряд пятом ряду мы все петли провязываем лицевыми как при поворотном так при круговом вязание кромочную изнаночные пятый ряд готов 6 ряд в шестом ряду мы при поворотном вязание все петли провязываем изнаночными при круговом все петли провязываем лицевыми кромочную изнаночные и далее у нас седьмой ряд мы сейчас сместим с вами узор шахматном порядке и так каким образом кромочную петлю мы снимаем седьмой ряд нас провязывается одинаково как для поворотного вязания так и для кругового но при круговом напоминаю что петлю для симметрии вы не провязываете итак начинаем раппорт 1 лицевая накид далее две петли вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо и накид вот наш раппорт повторяем его 1 лицевая накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид провязали 2 раппорт повторяем 3 раппорт 1 лицевая накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид вот провязали 3 раппорт и у нас петля для симметрии и ему провязываем лицевой при поворотном вязание при круговом вы не провязываете кромочную провязываем изнаночной вот мы провязали с вами 7 ряд разворачиваем работу 8 ряд кромочную петлю снимаем и все петли провязываем изнаночными при поворотном вязании при круговом вязании и вы все петли провязывайте лицевыми так все петельки до конца ряда кромочную провязываем изнаночной все мы провязали с вами 8 рядов это наш раппорт высоту вот такой очень простой узор ну такой нежными кажется ненавязчивый хорошо смотрится в полотне так по образцам вот этот образец я вязала из мериносовой шерсти в 50 граммах 75 метров такая ниточка более толстенькая спицами номер 4 эти образцы я вязала из полушерсти здесь метраж 50 граммах 175 метров в два сложения аналогичный метраж получается в 50 граммах 85 90 метров спицами также номер 4 на этом все надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео мастер-классы также приглашаю вас на мой второй канал который называется вязаные аксессуары и в свое сообщество в группе вконтакте ссылку я оставляю под видео всем всего доброго ровно всем петелек и до новых встреч